Приветствую вас, скажу рад, что я не читал ответов твоих карт-коррект, поэтому отвечать на ваш вопрос я буду исходя из того, что мне ближе, и исходя из своей позиции. Итак, как будет лучше для воспитания ребенка? Полная семья, но отец, с которым у матери проблемные отношения, либо вообще без отца. Ну, для ребенка будет лучше, если вы с отцом решите свои проблемы. Просто. Вот если вы говорите, что из-за неверности мужа у меня пропало к нему доверие. У неверности мужа есть причина. Он говорит, почему муж вам не верит. У этой причины есть припосылки, есть объективная сторона, отношение к ней, к причине и так далее. И прежде чем говорить о разводе, прежде чем говорить о, там, ну, всем остальном, вы попробуйте сперва подумать, почему вам мужик меняет вообще, почему он не верит, что его сподвигло на неверность, ну, на неверность вам, да, вот, что его заставляет вам изменять. Только не нужно по возможности говорить о таких вещах, что там все мужики меняют, что все мужики там полигамные и так далее. Вот. Потому что измена для мужчины, так же, как и для вас, ну, то есть, давайте вот сразу определимся, да, что я отдаю отчет себе в том, что и вам, в общем-то, тоже тяжело, да, и вам это все неприятно, что мужчина вам изменяет и так далее. Это не может быть приятно, в принципе, и так далее. Все это понятно. Вот. Но, тем не менее, если мужчина решился на измеру, если мужчина изменяет, значит, у него есть какие-то проблемы. его что-то не устраивает. Вот что именно его не устраивает, надо бы, надо бы определить. Ну, по крайней мере, постараться определить. И что-то с этим по возможности сделать. Что-то с этим по возможности решить. Что-то поменять. Ну, ваше. В вашем поведении, может быть, да, и так далее. Вот. Вот сперва попробовать нужно это. Сперва. Попробовать нужно это все-таки. И уже потом, да, уже потом, если не получится, если, ну, не будет никакого результата, эффекта от этого, да, то вот уже тогда можно будет говорить о том, что, как бы, ну, вот тогда уже станет вопрос выбора. Понимаете? Тогда уже будет выбор, да. И тогда можно говорить о том, что для ребенка лучше будет, если, конечно, вы разведете. то есть. Потому что это постоянное напряжение, это постоянная такая вот атмосфера, ну, негативная достаточно в семье, да, она на ребенка влияет, в общем-то, весьма и весьма плохо. На ребенка это влияет весьма и весьма плохо. С другой стороны, вы сказали о том, что ребенок может вообще остаться без пап. Вот. И вот это, если честно, для меня, ну, не очень понятно, то есть, что получается, что отец ребенка настроен так, что если вы его, например, выгоняете или если вы уходите, то он с ребенком больше не взаимодействует. Так что ли получается или что? То есть, здесь какая-то ситуация такая не очень понятная. Почему лучше вообще без отца? То есть, отец, он имеет полное право с ребенком, ну, видеться, не встречаться и пересекаться. Вот. Я думаю, что вы, в общем и целом, с этим, ну, согласитесь со мной. Ну, я надеюсь, что согласитесь. Вот. То есть, право отца ребенка видит. Вот. Значит, если он не захочет видеть ребенка, ну, после вот того, как вы, например, разведетесь, да, или что-то еще, ну, значит, это отец, который ребенка никогда и никогда не любил, да, и которому ребенок, в общем-то, нужен, ну, поскольку, поскольку, как бы, вот. Да, это очень плохо, да, это, безусловно, очень неприятно, но это вариант, это факт. Ну, вот. И здесь, конечно, важнее всего, чтобы вы ребенку объяснили, как обстоят дела, чтобы он правильно понял ситуацию, чтобы он не воспринимал ее на свой счет, понимаете? Вот. Вот. Это, пожалуй, самое главное в этой ситуации. Дальше. Наши. Не хочу, чтобы ребенок рос в виде такие отношения. Да, вы правы, но, понимаете, ребенку нужно ответ, и ради ребенка эти отношения берегу и терплю. Ну, смотрите, какая ведь получается ситуация. Во-первых, ребенку не нужна терпящая мама. Прямо, если мама терпит, потом, впоследствии, ребенка это будет очень сильно зажимать по жизни. Вот. Во-вторых, ребенку явно не нужна ответственность такая, что для него, ради него вы там идете на такие жертвы, да, терпите там и так далее. То есть, ну, зачем на ребенка накладывать подобную ответственность? Я полагаю, что это, мягко говоря, ну, не очень корректно именно по отношению к своему ребенку. То есть, ребенок, то он вас, как бы, об этом, ну, не просил, да, вот. И он ведь думает, он действительно может думать, что вы из-за него вот это все терпите, что это его вина. Понимаете, что это его, как бы, проблема. Это его ответственность, а это не так. И получается, что вы, терпя отношения ради ребенка к демзанам, в общем-то транслируете как бы ему, что ответственность не разграничивается. То есть, нет границ между, где моя ответственность, а где твоя ответственность. И естественно, что для ребенка потом дальше в жизни это будет, опять же, довольно негативно сказываться на его поведении и на его отношении к людям, вот. Ну, в частности, например, у ребенка не будет лишних границ. И ребенок будет склонен к зависимостям. Я не буду говорить сейчас, какие именно зависимости, потому что, ну, зависимости, в принципе, могут быть разные. Это могут быть зависимости как от людей, так и, в общем-то, от, ну, это могут быть и химические зависимости, в принципе. Точно. Вот. Так что вот этого делать не нужно. То есть вам необходимо как маме, как матери, да, показывать ребенку, что вот есть вы, есть он, есть ваша ответственность, есть, как бы, его ответственность. И все, в принципе. Поэтому не нужно накладывать на ребенка вот этого вот чрезмерного груза ответственности, который вы накладываете сейчас. Вот. Далее. Далее вы пишете такую интересную вещь, как то, что, значит, бережете отношения. Как вот вы говорите, да, что вы бережете отношения. Ну, я не буду с вами спорить, да, в том плане, что, ну, если вы говорите, что бережете, ну, наверное, так и есть. Вот. Только что, как проявляется то же, что вы их бережете? Вот как проявляется это? Вы их бережете так, что ваш муж вам изменяет? Вы их бережете так, что вы не доверяете своему мужу? Как-то, согласитесь, немного странно происходит ваше оберегание отношений. Вообще, люди берегут отношения, ну, вот как правило, да. Люди берегут отношения, это проявляет вновь, что у них все хорошо, что у них все здорово, что у них все замечательно, что у них есть доверие друг к другу там и так далее. А у вас как это происходит? Как проявляется то же, что у них отношения бережете? Вот, на мой взгляд, на мой взгляд, здесь, ну, вообще, непонятно. Абсолютно непонятно, непонятно. Как вы бережете свои отношения. Вот. Если бережете, то как это проявляется? Опять же, на мой взгляд, ну, вот эти вещи, вещи неясны. Совершенно неясны эти вещи. Для меня, ну, для меня, по крайней мере. Вот. Бережься нужно не для ребенка, а именно для себя, понимаете? Бережься нужно не для кого-то, а для себя. Отношения нужны, в первую очередь, вам. Если вы это делаете для ребенка, то вы несчастливы. Если вы несчастливы, то ребенок это чувствует. Он элементарно считывает, как бы, ваши эмоции. И они придаются ему эти эмоции. Понимаете, какая штука? Понимаете, в какой момент, ну, в какой момент здесь, в этой ситуации. Вот. И, как вы, наверное, понимаете, в итоге ничего хорошего из этого не будет. Вот. То есть то, что вы делаете сейчас, это вы оказываете вред. Вред своему ребенку. И, соответственно, делать этого, ну, не нужно. Вот. Если вы, конечно, любите. Любите своего малыша. Вот. Если вы любите своего малыша и хотите, чтобы у него все было здорово, то постарайтесь решить проблему с отцом. И после этого, если не получится, то по-хорошему разведите с отцом ребенка, но чтобы отец ребенка видел. Если он не захочет его видеть, то, опять же, будьте рядом с ребенком, разговаривайте с ним, чтобы у него сложилось адекватное представление о том, почему отца с ним рядом нет. Вот. Ну, и отдельные вопросы, отдельные темы заслуживают тоже, что вы как бы все для блага ребенка. Вот. Благо ребенка – это хорошо. Это здорово. Может быть, это даже и правильно. Благо ребенка. Ну, а вы-то сами. Зачем с собой жертвовать настолько? Ну, есть у вас ребенок. Да. Ну, как бы, значит, он ваш, но вы из-за него не должны быть несчастливы. Разве это хорошо, что вы ему транслируете, что единственный нормальный способ сосуществования семьи – это жертвование своим благом, своим счастьем ради другого. Здесь вопрос – а не растворяетесь ли вы в ребенке? не замещаете ли вы ребенком свои желания, свои, значит, ну, потребности, да, и так далее. Вот. На мой взгляд, это важно. На мой взгляд, это очень важно. Вот. Так что, так вот, я думаю, можно вам ответить на вопрос. На вас. На этом все. Надеюсь, не помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...